Никто. Персонажи в играх, когда получают хедшот. М-м-м-монстр килл. Кхм. Ой, чё-то меня понесло не туда. Как вы отмечаете дни рождения в семье? Да очень просто. День рождения жены отмечаем в ресторане. А мой красным маркером в календаре. Дорогой, будешь на кухне, захвати ещё печеньки. Печеньки захвачены, мой генерал. Обдумывает план мести. Он очень недоволен. Прячьте тапки. Я утром. Хочу вечно быть в объятиях этого одеялка. Одеялковая шаурма или шаверма. Ну, смотря откуда вы. Навигатор. Через пять метров поверните направо. Мы мясной магазин проехали. Вот и помирились. Василий, как вспомню, так и хочется ещё раз по морде тебе навалять. Да понял я, любимая, не прав был. Мы тут просто сидим. А такое чувство, что их за чем-то незаконным застукали. А это вкусно. Котя, неа. Ой, даже не знаю. Ну ладно, давай. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мей Мозга. С котиками. Поехали. Когда мне становится одиноко, я беру на руки кота, он обнимает меня лапами за шею, утыкается носом в щёку. И так мы ходим по квартире, пока мне не полегчает. А я тоже кошку свою беру на руки и ношу по квартире. Ей нравится. Правда, лапы свисают в разные стороны. И пузо. Ну, то ничего страшного. Какие иногда глупые мысли в голову приходят? Чего б такого поделать? Покушать или нет? Что за вопрос? Конечно, покушать. Если ваш кот обожает просовывать голову в отверстие в коробке, создайте вот такие шедевры. Ага, и на каждом фото недоумение. Почему именно ему достался хозяин-идиот? Пора показать наше тайное оружие против зла. Мир уже не будет прежним. В мире так много негатива. Этот мир должен стать добрее. Пора. Пора задействовать своё тайное оружие. Лапка доброты. Прикладывайте свои лапки к лайку. Это называется лапка доброты. Когда вечером уставший приходишь домой, тут нить. И тут нить. Может тут? Пусто. Ну где же? Ой, вот она. Кроватонька моя. Буду тебя залёжкивать, заспать кивать. Но сначала нужно покушать. Нам не страшен дождь и гром, если в мисочке есть корм. Да, судя по сухому пятну, кот был очень голоден. Раз не хотел уходить во время дождя. Когда природа перепутала краски, вместо сиамского окраса получилось наоборот. На поросёнка похож немного, если честно. Но прикольно. Наташ, вставай. Уже 12 часов дня. Как думаете, спит? Не, притворяется. Нам скучно, Наташа. Не представляю, как Наташе удалось до 12 поспать с такой компанией. Расскажите про ваше отношение к ночи. Хорошее такое отношение. И что вы любите делать ночью? Спать? Люблю тгдык в 4 ночи. Не дал пожрать? Опоздал на работу. Из-за отъезда кота пришлось оставить другу. Он прислал фото, где кот завтракает у него первый раз. А кот неплохо так себя чувствует, я вам скажу. Ещё и выбор у него. Мяско или корм. Мама, можно мне на день рождения велосипед? Куда ты на нём поедешь, солнышко? Подальше от чуда. В гостях хорошо, а дома лучше. Где родился, там сгодился. Хорошо там, где нас нет. Я так поняла, мой загранпаспорт ещё не готов. Мам, смотри, птичка села на подоконник. Да, сынок, это голубь. Мама, у нас хлеб есть? Нет, так ешь. Доктор, мне каждую ночь снятся крысы, играющие в футбол. Выпейте вот эту микстурку, всё пройдёт. Можно я её завтра выпью, а то у них сегодня финал? Мне показали кота, которого зовут Котлета. Почему Котлета? Потому что он родился летом. Кот Лето. Гениально. Согласен. А если бы кот родился зимой, то его бы назвали Кот Зима. Вот это по-настоящему гениально. А? А? Оценили шутку? Будешь мне апельсины в психушку, если что, приносить? Нет. Почему? Рядом лежать буду. Стой, ты куда? С мужиком каким-то опять целоваться идёшь? Не путё, ты только моя. Ну, котик, у меня ведь должна быть личная жизнь. Я твоя личная жизнь. Ты никуда не пойдёшь. С собаками нельзя. Кот не пропустит в магазин. Надо коту бейджик ещё повесить. Типа кот-охранник. Мыши, выходите гулять. Карантин закончился. Почему все зовут тебя Молния? Видишь вот этот брутальный шрам на шее? Да. Я получил его, когда застёгивал пуховик. Опасный парень. Пока любимого человека нет дома. Какой толстый котейка. Интересно, сколько он весит. Он, наверное, хозяина просто расплющил. Когда слишком долго спал и не можешь понять, какой сейчас год. 2020. Ой, кот, ты многое пропустил. Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. Если ещё раз принесёшь мне эти пластиковые цветы вместо вкусняшек, я вырублю тебе конди нафиг. Вопросы есть? Да, есть. Ты кто такой? И что ты делаешь у меня дома? Самая важная новость дня. Рыжий толстячок скрестил лапки и так сидит. Но разве это не мило? Когда заставили своих рабов вывести вас на улицу погулять. А у меня кошка не любит гулять. Особенно в такую жару. Надо её постричь, наверное. Как думаете, это не жестоко? Ну просто я понимаю, что у неё очень тёплая шуба и ей реально жарко. Потому что у нас в Ростове сейчас жара 40 градусов. И вот не знаю, мне её жалко стричь. Вроде как ей полегче должно стать. В общем, напишите в комменты, как думаете, стоит ли постричь Силю? Не будет ли это жестоко по отношению к ней? Фоточки по стриженной силе обязательно выложу. Хе-хе. Если кому-то не понравился твой модный прикид. Эээ, бе-бе-бе. А шапочка забавная. А это я. Нажрунькался и теперь очень жалею. Капец, кот подрал всё кресло. А почему у него лежанка такая в форме бетономешалки? Забавная. Ты же помнишь, что при нагревании тела расширяются? Ну да, и... Так я не жирный. Я просто слишком горяч. Да, горячий мексиканец. Выходи со мной на танец. Где это я? Это Вальхава, дворец павших в бою. Ничего не понимаю. Последнее, что помню, взял в регистратуре талончик к лору. Кот, ты его взял. Значит, ты уже вышел победителем. Дорогой, давай пошлём ребёнка за продуктами. Подожди, пусть придёт, сядет за компьютер, расслабится. А потом пошлём. Он загрыз замороженную курицу и ни о чём не жалеет. Я и моя общительность. Привет. Привет, что хотел? Поболтать хотел. Лапами поболтай. Вчера с родителями своей девушки познакомился. Да, ну и как всё прошло? Приняли как родного сына. Отец даже ремня дал. С таким котиком не страшные вещи на пляже оставлять? Или нет? Ну да, ему пузико по чешивку сняшку дай, он тебе всё отдаст. Особенно, если этот кошелёк не его. Начесали клубок превосходной шерсти. Прикольно, вот это они его затрамбовали. Ровненький такой. Мордашка, которая уведёт твою вторую половинку. Привял. Когда требуешь еду здесь и сейчас. И такой лапой по столу. Тьф. То есть ты ждёшь, пока твоя любовь сама тебя найдёт? Ага. А ты что для этого делаешь? Ну, я онлайн. Сегодня у нас будет контрольная. А калькулятором пользоваться можно? Да, можно. А транспортиром? Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему контрольной. История России, 17 век. Да, транспортир тебе пригодится. Что с той проблемой? Я её решил. Так в чём была проблема? Не знаю. И как ты её решил? Я решил, что это не проблема. Сколько раз я тебе говорила, что нельзя быть таким дотошным? Семь. Тонкая шуточка. Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было три. У меня автомат. Не угрожай мне. О, мне кажется, я так буду учить жену водить машину. Но у меня три педали. Иметь свой собственный диванчик бесценно. Это что? В смысле моя шерсть? Лись, лись, лись. Ну-ка, в чёсывай обратно. Я больше не в силах отыскать, в чём проблема. И мой кот решил помочь мне. Это мой кот, который сидит на лучшем из полученных нами свадебных подарков. Одеяле с фотографией его морды. Марина пишет, а я уж подумала, что это чей-то плохой фотошоп. Да, мне тоже показалось, что кот маленький, который он прифотошоплен. Хочу быть маленькой кошечкой, которая лежит на спинке. Её все гладят и говорят, какая ты умная и способная кошечка, раз умеешь лежать на спинке. Ну, для этого много ума не надо. Но нужно терпение, чтобы долго лежать. Так что это тоже способность. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забудьте поддержать этот ролик лайком и подписаться на канал, если ещё не подписаны. А также жмякнуть в колокольчик. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. А с вами, как всегда, был Алексей Сова. Пойду лежать со своей кошечкой. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова